Гибель героев неизбежна 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 произошла драма, из которой потом выделилась трагедия, сатировская драма и комедия. Так вот, возвращаясь к нашим баранам, то есть к козлам, значит, нужно сказать, что люди в священодействиях всегда подражали Богу и его свите, поэтому они наряжались сатирами, то есть напяливали на себя вот эти вот козьи шкуры вроде наших ряженых, распевали песни, даже маски не обязательно было, хотя личины, конечно, использовались, ну то есть вот как наши ряженые, и при этом назывались козлы, то есть трагой, а вот эти вот разудалые пахамные песенки, которые они распевали в честь Бога, назывались трагодия, то есть или козлиные песни, или песнь про козлов. Надо сказать, что вообще козел это священное животное Диониса, и на праздниках в честь этого Бога козла приносили в жертву. Дионис в древнегреческой мифологии сын Зевса и фибанской царевны Синела. Куй Диониса существовал в Греции уже в Критомикенскую эпоху, но широкое распространение получил в 8-6 веках до н.э. Особенно среди сельского населения, почитавшего Диониса главным образом, как земледельческое божество, покровитель виноградарства и виноделие. Слово трагедия происходит вот от этой козьей песни, трагодия. И лишь со временем, постепенно развиваясь, трагедия отделилась от сатировской драмы и приобрела тот свой суровый, величавый и торжественный облик, который отличает ее от всех прочих жанров. Вообще, хотя драма, как утверждает Аристотель, зародилась у Дорицев Пелопонеса, она все-таки получила свое наивысшее развитие именно в Афинах, где были более благоприятные условия. Поэтому все драматурги – это либо афиньи, либо жители Атики. И вот так вот, возникнув из вроде бы неприличных песенок, непристойных шествий, вроде фалафории, из дифирамбов, трагедия вот постепенно, так сказать, приобрела вот этот свой облик и постепенно она начала освобождаться от своей вот этой вот религиозной подоплеки. Особенно в годы греко-персидских войн, когда она настолько оторвалась от религиозных корней, что уже персонажами были не только Дионис или там какие-то еще боги. Дорогие божества. Были уже обычные люди со своими переживаниями. И сюжеты были не только мифы, а исторические события реальные. Например, известно, что старший современник Схила Френих написал такую трагедию «Взятие Милета». В основе лежало реальное историческое событие, это так называемое ионийское восстание против персов, когда в 494 году жители города Милета, города на западном побережье Малой Азии, вот решили сбросить в себя это персидское иго. Восстание было жестоко подавлено, защитники его были вырезаны, а оставшиеся в живых люди были угнаны в рабство. И вот страдания мирного населения настолько потрясли зрителей, что весь театр, не стесняясь, рыгал в голос. А вот концовка очень интересная. После этого пьеса была запрещена, а автор был оштрафован на весьма значительную сумму. Это в демократических Афинах. Ну, слишком сильные потрясения вызывало... Он слишком заставил переживать сограждан. Да. Не по мифологическому поводу, мы будем все время возвращаться к мифологии, а по конкретным реальным событиям. А это было как раз накануне нашествия к Серксу. В принципе, проблема отношения с персидским царством была очень актуальной. Нельзя так волновать народ вот с помощью театрального искусства, с помощью трагедии. Прежде чем мы перейдем к вот этим великим драматургам Греции, Исхилу, Сафоклу и Еврипиду, опять же мы еще раз повторим, они все жители Атики. Мы все-таки должны обязательно подчеркнуть, что их творчество возникло не на ровном месте. У них были предшественники. Было на кого опираться. Вот в прошлой передаче мы немножко упомянули Фиспида, который считается первый драматург, который поставил трагедию в Афинах в 534 году. И Фиспид же первый, кто начал вводить какие-то новшества в театре, потому что первоначально зрелище представляло собой только пляски и пение вокруг жертвенника Диониса. Так вот, Фиспид вводит актера. Актер, в свою очередь, ведет диалог с руководителем хора Корифеем, то есть уже какая-то более живая получается. Актер, он же постановщик, он же автор. Часто, часто автор. Да. Причем вот Фиспид ввел вот такое вот разделение драмы на пролог и рейсис, и Фиспиду приписывается изобретение масок полотняных. Мы уже говорили о Френихе, который тоже был предшественником наших драматургов. Есть еще такой интересный трагик про Тим, который написал не только много трагедий, но и сатировских драм, но ничто из этого наследия до нас не дошло. И поэтому мы традиционно начинаем греческую трагедию с Исхила. Так вот, чтобы понять особенности творчества всех трех драматургов, а творили они все в V веке, все они были... Давайте назовем это Исхил, Сафокл и Врипид. Да, мы должны все-таки обрисовать историческую обстановку. Это был V век до нашей эры, великая эпоха наивысшего подъема и политического, и экономического, и культурного особенно, какое было строительство, и идеологического. И вызвана она была победой греков в греко-персидских войнах. Вот три вот эти вот веховые даты, значит, 490 год победы при марафоне, 480-е, Соломенское сражение, 479-е, сражение при Плотеях, они как бы вот впечатаны в генетическую память греков, для которых это есть символ необыкновенного патриотизма и необычного сплочения и подъема всех греков, всех полисов, всех племен против общего врага за независимость. Греко-персидские войны проходили между Персией и древнегреческими городами-государствами, полисами, отстаивавшими свою независимость. Поводом к войне послужила помощь военными кораблями, которую оказали Афины и Эритрея в 500 году до н.э. восставшем против персидского владычества греческим полисом в Малой Азии. Военные действия, то затихая, то возобновляясь, продолжались до 449 года до н.э., когда в сражении у кипрского города Соломен греки одержали крупную победу. После этого с Персией был заключен мир. Персия лишалась своих владений в Агейском море, в Алиспонте и в Аспоре и признавала за полисами Малой Азии политическую независимость. Кроме того, надо говорить о моральной победе, потому что на практике было доказано преимущество ценности античной демократии перед восточной деспотией. И вот на этом подъеме, а там было несколько этапов, так вот, так сказать, на мажорном этапе работает Исхил. Про Исхила, к сожалению, нас очень... Сложно, если, Лариса, пока мы не дошли до конкретного, все-таки еще несколько общих замечаний насчет трагедии, потому что все-таки нужно упомянуть следующую вещь. Лариса сказала, расцвет, пятый век. Начинается трагедия с конца шестого века. Кстати говоря, Фиспит в Афинах – это время тирании Писистрата. Это в отношении тирании и демократии. Вообще-то трагедия возникла при тирании. Очень-таки способствовал культурам, директорам. Да, способствовал деньгам, помощь и так далее. И вот важно понять, что трагиков мы знаем несколько десятков. В принципе, они будут дальше и в четвертом, и даже позже. Но вот те три, о которых мы будем дальше говорить, это те, от которых дошло что-то. Трагедия, по сути дела, возникнув в конце шестого века, блеснула в пятом веке, а потом она как-то очень быстро, хотя, по-моему, были потом авторы, но от тех авторов практически ничего не дошло. Поэтому время трагедии – это только пятый век. Она будет дальше существовать, но она уже вернется. Вот о комедии, о которой мы будем рассказывать в следующий раз, она будет иметь очень длительную историю. Трагедии – это только пятый век, это раз. Во-вторых, нужно отметить, хотя Лариса подчеркнула, что были сюжеты также на реальные события, в принципе, это крайне редко. И в этом отношении, кстати говоря, греческий театр очень сильно напоминает театр Индии. Как ни странно, там тоже зарождается совершенно зависимо такое же искусство. Так вот, 99% всех пьес – это мифология. И для нас это нужно очень четко себе представлять, что реальные события, типа взятия Милета или Соломинского сражения – это крайняя редкость. То есть, когда человек шел в театр, а для грека, тем более для жителей Афины, это основное зрелище, время, потом кладиаторский добавляется, у греков, слава Богу, никогда этого не будет. Так вот, здесь нет того, что, в принципе, есть у современного, часто есть у современного зрителя, может быть, не в театре, но хотя бы в кино, когда он идет. Каждый зритель, который шел в театр, знал заранее сюжет. Вот в пьесе ничего не может быть в принципе нового. То есть, сюжет, он должен развиваться в соответствии с греческой мифологией. Театр, что трагедия, что комедия, что сатирская драма – это обязательно соединение двух элементов. Это актеры и хор. Парут – это вход хора на сцену. Ну, вот будет сначала… Парад. Да, сначала… Да, вообще-то у нас это парад. Так вот, сначала будет 12 членов хора, потом будет 15 членов хора, но на протяжении всего действия вот этот хор будет находиться на орхестре. Затем идут эпизодии, то есть вот как раз сценки между артистами, диалоги, которые перерываются стасимами, то есть песнями хора. Поэтому нужно четко представлять, что это не тот театр, к которому мы привыкли, где у нас постоянно диалоги между артистами. Это музыкальное представление, музыка и пение. И танцы. А потом, да, с «Афокла» начнутся еще очень такие танцы, которые он сам ставил. И, кстати говоря, считался очень хорошим постановщиком. Сам хорошо танцевал. Вот. Потом и самое заключительное – это эксот, то есть уход. Когда хор уходит с площадки, значит, этим кончается представление. Вот в эту схему будут у нас укладываться все пьесы, и вот в частности, в том числе и пьесы «Исхила». Ну, о биографических данных у нас очень скудные сведения. Известно только, что «Исхил» родился в 525 году в Элевсине, в аристократической семье. И участвовал во всех главнейших сражениях с персами. В 472 году он неожиданно переезжает на Сицилию к тирану Гейрону. Чем была вызвана поездка, сказать трудно. Либо он действительно так тяжело пережил поражение в политическом состязании, потом мы об этом еще расскажем, со своим младшим соперником Сафоклом. Либо он действительно был отправлен в изгнание, потому что разгласил тайны филипсинских мистерий. Это было очень и очень серьезное религиозное преступление. И затем уже во время своей второй поездки на Сицилию, в Гелу, он и скончался в 456 году. Вот об обстоятельствах смерти, ну, тоже, в общем, достоверных данных нет, но есть очень устойчивая традиция, согласно которой Исхилк скончался, потому что на него упала черепаха, которая размажила ему череп. Полагают, что пролетающий орел был уже немолот и подслеповат. И приняв блестящую на солнце лысину за камень, он сбросил свою добычу, вот, так сказать, в надежде, значит, отобедать. Вот, ну, насколько это соответствует действительности, по крайней мере, эпиграммы такие и есть. Так вот, Исхилк написал 70 трагедий, 20 сатировских драм, но дошло только вот 7, и более 400 фрагментов. По одним данным он одержал 13 побед, по другим 28. Здесь очень трудно судить, почему. Потому что победу присуждали трилогии. Я немножко скажу вообще про этот процесс, вот, соревнования, как они соревновались. Ну, мы отчасти уже говорили, поэтому мы только напомним, что поскольку у нас в театр можно было пойти только два раза в год, это либо на линеях, это вот как раз январь-февраль, либо, самый главный праздник, это, конечно, Великие Дионисии, это март-апрель, то за 8 месяцев до постановки к одному из афинских архантов, скорее всего, арханту Бусилею, приходили авторы, которые предлагали свои тексты. И он без всяких проблем, не объясняя ничего, вот на свой вкус, выбирал трех трагиков. Ну, потом, когда будем говорить о комедиографах, там была такая же система, только там их было одно время больше. Вот. И дальше мы говорили о том, что поскольку театральная постановка была очень дорогостоящим мероприятием, назначались в порядке очередности самые богатые люди, которым поручали помогать авторов постановки. Это так называемая была... Не спонсор. Это не совсем так. Это не совсем спонсор, да. Это была почетная обязанность. Литургия, да. Да, литургия. Это не спонсор, как это называется сейчас у нас, то ли продюсер, то ли... Ну, продюсер... Да, продюсер. Да, но самое главное снабжать деньги. Быть продюсерами. Да. Продюсерами только снабжать деньгам. Во. Во. Главное, это, значит, деньги. Причем, опять-таки, вот чем хороша эта система литургия, она была не только при демократии, везде. У богатых людей не отнимали, не забирали деньги на государственные... Они должны были делиться. Они, да, своими деньгами делились через траты на государственные поручения. Например, там корабль снарядить. Да, да, да. И хорегия считалась самой дорогой литургией. И вот поэтому эти самые восемь месяцев шли репетиции, костюмы готовили, декорации готовили и так далее. А потом он еще пер должен был оплатить. Да. Ну, зато, значит, каждое представление во время этих самых праздников происходило в виде агона. То есть соревнования. Вот три трагика, да. И вот в течение трех дней во время Великих Дионисий, например, значит, идут с самого утра до вечера постановки драматурга. Причем нужно отметить, мы просто, так сказать, все время будем наталкиваться в такой момент. Для каждого вот этого праздника драматург представлял не одну пьесу. Он представлял тетралогию. То есть три трагедии плюс сатировская драма. И зрители вот это все смотрели. И специально выбранные от вот таких административных единиц, на которые делилась Атика Фил, было десять вот этих самых представителей. Из них по жребию выбирали пять. Они назначали место, которое заняла каждая вот эта тетралогия. Первое, второе, третье. Первое, победа. Второе, ничего. И третье, это полный провал. Причем забегая вперед, вот чем интересен Софок? Он тоже одержит огромное количество побед. Но даже не в этом его достижение. Срава не все его пьесы выбрали. Но он ни разу не занимал третьего места. По итогам решения коллеги-судей, которые были на этих театральных представлениях, победившие, естественно, награждались треножниками, награждались денежными суммами, награждался автор пьесы, награждался первый артист-пропагонист и награждался вот этот, кстати говоря, хорек, то есть тот, который обеспечивал продюсер. Да, и вот эти самые треножники потом... И вот в этом, кстати говоря, тоже специфика античного общества. Если современный человек тащит награду к себе дома, украшает свою стенку, за разные вещи граждане, получившие награждены, посвящали их чаще всего храмы. А в Афинах, как раз в центре, и, по-моему, до сих пор она так называется, есть улица Треножников. Так вот, там победители выставляли на специально построенных постаментах свои награды. И главное, это тот почет, то уважение, которое получал человек благодаря своим заслугам перед гражданским коллективом. И об этом должны были знать все. Итоги соревнований на Великих Дианисиях, на Линеях, у Трагиков, у Комиков, записывались в специальные такие списки, гидоскалии. Причем, забегая опять-таки вперед, в конце, ну, скажем так, в последней четверти 4 века афинские власти поручили Аристотелю, величайший человек, во-первых, проверить тексты великих авторов, и комиков, и Трагиков. И были, как бы, созданы экономические такие тексты. И главное, он опубликовал списки вот этих гидоскалий, которые частично до нас сохранились, и благодаря которым мы, в принципе-то, и знаем многие вещи. Когда была поставлена пьеса, какие места заняла. Ну, это в основном уже в более поздних произведениях, это в основном так называемых схолиях, в комментариях вот этим самым текстом, позднее античного времени, византийского времени. Но вот это очень важно. Аристотель, древнегреческий философ и ученый, родился в Матидонском городе Стагерия в 384 году до нашей эры. 367-м он отправился в Афины, и, став учеником философа Платона, 20 лет вплоть до смерти учителя, пройдет в Платоновской академии. В 300-м году Доней Филиппом воспитывать его сына Александра. В 355-м году до нашей эры Аристотель вернулся в Афины и основал там свою школу, литей. Исхил ввел вот эту систему трилогий, то есть три трагедии, которые потом завершаются сатировской драмой. У Исхила вот трилогия обычно объединена общим сюжетом. Да, вот это очень важно. Но это не обязательно, потому что позже уже, так сказать, были совершенно автономные повествования в каждой теме. Так вот, среди трагедий Исхила, ну, несколько трагедий просто назовем, а характеризуем, одна из самых ранних его умоляющие, она посвящена, это, конечно, мифологические персонажи, очень известному мифу о сыновьях Египта, их 50 человек, которые сватались к дочерям Даная. Даная 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 Даная. То есть, по сути, к своим двоюродным сестрам. Вот, конфликт там, собственно говоря, сильно-то не обрисован. Вообще там драматургии, как таковой, мы не видим. Очень статичные образы, нет развития движения, ну, какой-то внутренний, конечно, есть побуд, в том плане, что девушки очень активно воспротивились этому браку. Вообще идея этой трагедии в том, что брак должен заключаться на добровольной основе. То есть, свобода личности, вот это один из главных принципов демократии. С другой стороны, это как бы свидетельство нарушения, как будто уже вот этот древний родовой строй, он рушится, потому что братья как раз аргументируют своим родовым правом, а не ближайшие родственники, а не кузены, они имеют право. И вот, чтобы спастись, девушки вместе с отцом бегут в Аргас к Пеласгу и умоляют о защите. И Пеласг находится в таком очень тяжелом положении, потому что, с одной стороны, он сочувствует девушкам и несчастному старику отцу, с другой стороны, как бы, свежий город осаждают. Вот, может быть, в этом некоторая трагичность есть. Но пока это все декламация. То есть, вот, очень свойственная черта творчества Исхила это вот такая вот ораторность. Более интересна другая пьеса, Персы, которая посвящена описанию того, что происходит в Персе после Соломинского сражения. Она интересна тем, что Исхил-то сам был участником этих сражений, поэтому за очень мелкими там неточностями он правильно передает обстановку и расстановку сил. Он описывает само Соломинское сражение. Он это видел. Вот. И начинается вот выход хора, да, то, о чем говорил Андрей, значит, выходит хор персидских старцев, которые выражают свою тревогу по поводу отсутствия известий о войске Ксеркса. Это усугубляется появлением Атоссы, царицы, матери Ксеркса, которая сообщает всем, что она видела дурной сон. И действительно появляется вестник, который рассказывает о том, что флот персов уничтожен полностью в пух и прах, и сам Ксеркс еле-еле успел в общем-то спастись. Соломинское сражение проходило между греческими и персидскими кораблями в ходе греко-персидских войн. Сражение произошло в сентябре 480 года до н.э. близ острова Соломин в Сараническом заливе Эгейского моря. Не подалеку от Афин. Блестящую победу одержал греческий флотоводец Фемистокл. В течение нескольких часов грекам удалось потопить, захватить и вывести из строя около двухсот кораблей противника. Потери греков составили всего 40 военных боевых судов. Триерс. Далее он нагнетается вот трагизм в том, что появляется является тень отца Ксеркса Дария, который во всем ругает своего сына и предвещает еще больше несчастья. Ну и наконец появляется уже сам Ксеркс, внешний вид которого говорит в общем сам за себя, что вообще все очень плохо. Он разражается воплями и жалобами, которые тонут в стонах хора. Вот что здесь интересно, то же самое в общем-то довольно статично фигуры совершенно не развивается, не сюжет, сюжет вообще вынесен куда-то за сцену и мы узнаем о событиях только по каким-то там тревогам, переживаниям, значит, предчувствиям участников. Атосы как-то очень бледно выглядят, ну там в общем-то все. и в принципе все персонажи занимаются декламацией, то есть это тоже оратория, но поскольку там все плачут, бесперечь, то есть значит и хор, и атос, там два состояния, либо подготовка к плачу, либо плачу. И вот они все время родят. Есть причины, ну конечно. Да, конечно. Но дело в том, что специалисты, филологи, классики, они так скажем обозвали эту трагедию фронетической ораторией. От греческого слова френос это погребальная песня, жалобные какие-то стоны. И здесь в принципе даже не важно само развитие действия и прочее, сколько важна позиция Исхила как патриота, который естественно любит свою родину, свой народ, и он считает, что по заслугам, получил ксеркс. Его, скажем так, позиция морально религиозная. Почему? Потому что ксеркс сжигал греческие храмы, ругался над греческими святынями, повергал статуи богов и героев, то есть у него вообще нет ничего святого, и он получает все это дело заслуженно. Но еще интереснее такая своеобразная философия истории. в этом произведении, согласно которой, естественно, Исхилу только выразил, она не только ему принадлежит, согласно которой греки властвуют в Европе, а персы в Азии. И вот это нормальное равновесие, естественно, и божественно. И вот персы, они нарушили вот этот паритет, и они приступили к границу Азии, то есть они совершили гибрис. Да, гордин. Это дерзость, главное, что это дерзость против богов. И поэтому они неминуемо должны были понести наказание, а греки, которые проявили светлую и разумную софрусёны, то есть мудрость, они неизбежно должны были победить. Вот в этом, конечно, эта трагедия интересная, но драматизма как такового там нет. Вот эти две пьесы, они характеризуют отличительную особенность стиля Эсхила. Это сочетание монументальности с патетикой. Как мы говорим об Эсхиле, еще одна его пьеса, которая до нас дошла, очень известная, знаменитая пьеса, это Прометей Прикованный. Почему я о нем вспомнил? Просто в 80-е годы сюда приезжал в Москву греческий национальный театр и я видел современную постановку вот вот этой старой пьесы, но они ее хорошо воспроизвели. Просто важно понять, в чем суть. Конечно, пьесы как минимум 2,5 тысячи лет. Да, но они воспроизвели все замечательно и в костюмах, и в масках, а главное в действии. Вот в чем суть трагедии Прометей Прикованный. В начале пьесы его приводят и приковывают к так называемой скале. И всю пьесу главный герой стоит, он вообще не сдвигается с места. К нему подходят всевозможные персонажи, там океаниды, его пробегают и так далее. Я просто хочу, чтобы вы поняли, в чем отличие греческой трагедии от современного, скажем, кино. что мы смотрим сейчас всякие боевики и так далее. Это мелькание каких-то действий. Здесь движение. Здесь движения нет. Здесь движение прежде всего в двух качествах. Это содержание монологов и диалогов и прежде всего техника произнесения текста. Вот это то, что вообще будет отличать греческий театр. Повторяю, там мало зрелища. Там в основном вот это воздействие на зрителя с помощью текста и с помощью техники произнесения текста артистами. Ну и последнее еще такое замечание, просто редчайший случай, что именно эта схема до нас дошла вот именно целая тетралогия, посвященная одному сюжету. И иногда ставят, кстати говоря, помню, что Таганкова в свое время ставила. Я смотрю. Во. Это Аристея. Агам-Эмнон, Хеофоры и Вмениды. То есть четкая последовательность убийства Агам-Эмнона, затем соответственно новое действие это уже убийство Клитомнестро и Гисфа и мучение Ареста, которое мучают Ирине и богине мщения за смерть матери. И наконец суд Ариапага, примирение не то что прощение, но успокоение этого ареста. Нам еще известна одна трилогия с последовательностью, хотя дошла только одна пьеса. Исхилл логически развивал сюжет во всех четырех частях. Это Лай, это история про проклятие, когда Лай и его жена Акаста выкинули ребенка, который мог представлять опасность. Вторая это Эдип, где происходят все сюжеты. И дошла третья часть трилогии Семеро против Филь, где сыновья Эдипа поленика и дерутся. Что интересно, сатировская драма тоже сюда вписалась. Сфинкс. Причем мы не очень заостряли внимание. Каждая пьеса, не только Эсхилла, это действительно сильнейшие переживания, действительно слезы. Сатировская драма это нечто смешное на мифологическую тему. То есть зрители целый день смотрят, рыдают, а в конце это самое катарсис смешное. И там сам сфинкс не дошел на известное содержание, что там уже не сфинкс задает загадки человеку, а человек загадки сфинксу, ну и сфинкс проигрывает. То есть это такой мифологический сюжет перевертыш. сфинкс о сфинкс проигрывает. Чем она интересна, эта пьеса? Да, действительно, там все время стоит прикованный где-то на краю Айкумены в Скифи. В горах Кавказа. Да, ну вот он где-то там. В Скифи, в Скифи, в Скифи. Есть в мифах разные версии, но конкретно там он был, в Скифи. И трагедия, это трагедия Титана, двоюродного брата Зевса, который подарил людям не просто священный огонь, который он вынес из Олимпа в тростнике, он по сути дела превратил, дал человечеству цивилизацию. Он вот их просветил, сделал их из зверей людьми и перечисляется, чем вообще человечество ему обязано. Науки, искусство, ремесла и так далее. И вот за то, что он, так сказать, поднял человечество, Зевс его наказывает тем, что он его заковывает. Причем с помощью своего сына Гефеста, кузнеца, который был другом Прометей. И Прометей это все стоически переносит. Там потом появляется орел, который выклевывает, ему печень, он это переносит. Он только жалуется всему космосу на несправедливый Зевса, поскольку он царь, он должен как бы воплощать идею справедливости космической. Однако этого не наблюдается. И вот к нему время от времени приходят там разные персонажи. Допустим, старик Океан с дочерьми Океанидами, там его пытаются улюлюкать, чтобы он там примирился. То же самое пытается сделать и Гефест. Потом приходит Гермес и требует поведать какую-то страшную тайну, которая может побудить Зевса. И с негодованием его все-таки Прометей прогоняет. После чего в ударах молнии и в громе происходит какая-то колоссальная геологическая катастрофа. И скала раскалывается, вместе с Прометеем погружается в подземное царство. Вот принцип-то здесь принципиально то, что сильная личность переносит страдания и, в общем-то, она противостоит тем силам, которым, по идее, она не может противостоять. Причем Зевс впервые, наверное, в творчестве здесь показывается не всемогущим, не всеведущим, оказывающим. А не не слишком положительным. Да, более того, трусливым, вероломным, в общем, подлым довольно, никчемным таким, довольно мелкая личность. И это вот впервые мы здесь, на материале трагедии, встречаемся с критикой мифологического Олимпа. Это не критика религии еще. Потому что потом Исхил везде будет Зевса восхвалять. Но здесь это прямой вызов. И поэтому можно вспомнить, наверное, хрестоматийную фразу Маркса, что греческие боги были смертельно ранены в Прометее Прикованном. Кстати, вот, так сказать, немножечко лирическое отступление. Известно, что Маркс вместе со своей дочерью Женя сделал такие вот, ну, как бы, домашние анкеты с во множественным вопросом. В этих опросниках принимали участие и его семья, и Энгельс. Родственники, гости. Да. Так вот, в этой анкете был вопрос, ваше любимое изречение. И Маркс написал, по правде всех богов я ненавижу. Это слова Прометея, из Исхиловского Прометея Прикованного. И оно очень хорошо характеризует вот эту метущуюся душу революционера-атеиста. Как интересно играет судьба. Мы же говорили, именно у Исхилов все три трагедии связаны сюжетом. Вот как раз первое, это серединная, как считается, трагедия этой трилогии. Первое, это, судя по всему, поступок Прометея, который приносит этот огонь. Второе, это наказание. Но третье-то, это Прометея освобожденный. В конце концов, мы находим вообще... Ирака его освобождает. Не дошло, да. У нас не дошла вот эта пьеса, но не так все мрачно кончается. Однако у нас, помимо Исхилы, еще были два других. Да. Ну, вот их творчество, наверное, значительно отличается от творчества Исхилы, потому что Исхил, как мы говорили, он попал на вот эту мажорную ноту восходящего афинского рабовладения, когда все было прекрасно. И поэтому отсюда такая вот монументальность, такая вот величавость, ну, как прям олимпийские боги, свет и оптимизм во всем. Вот следующий трагик, его младший современник Сафокл, он уже застал... Ну, он, конечно, тоже попал в восходящий поток, но он уже попал в переломную эпоху. В конце жизни. Да. Вот Сафокл, не аристократ, трудно сказать, кем он был по происхождению, он родился в 496 году в колонии, это месячко, да, 20 километров от Афины, и в 406 году... В 90 лет прожил. Нет, это не... ну да, он прожил 90 лет, в 406 год он скончался, да. Это даже по нашим меркам. Много. Много и очень даже много. Он родился в семье богатого владельца оружейной мастерской, поэтому он получил очень хорошее образование. Кроме того, мальчик был одарен и музыкально. Известно, что в 480 году он возглавил хор Эфебов, когда ему было 16 лет, и выступил перед победителями Соломенского сражения. Сафокл, древнегреческий драматург, родился в предместе Афин в колонии, друг государственного, политического и военного деятеля Перикла. По античным свидетельствам, Сафокл написал около 120 драм. Первую победу на состязаниях трагических поэтов он одержал в 468 году до нашей эры. До нас целиком дошли 7 трагедий. Аякс, Антигона, Царь-Эгипт, Филактет, Трохинюнки, Электро-Эгипт в колонии. Эсхил принимал сражения, участие в Соломенском сражении 470 года. Сафокл в 16 лет был в хоре мальчиков по поводу, которые прославляли героев этих сражений. И в этот году родился Еврипид. То есть в один узел сведены судьбы всех трех трагиков. Да, и это греческая трагедия. Так вот, Сафокл, в отличие, скажем, от других трагиков, он же был еще и государственным деятелем. Во-первых, он был избран в числе 10 стратегов, то есть военачальников. И вместе с Периклом он принимал участие в походе на Самос. Кстати, он был другом Перикла и единомышленником его, Перикла, это вождь афинской демократии. Кроме того, Сафокл в 1411 году был у него такой грешок. Он участвовал в пересмотре афинской конституции после олигархического переворота. Кроме того, очень важную должность он занимал, казначея государственной казны. Он был казначеем, даже больше, это была казина Ленатамиев, то есть это была союзная казна. Афинский морской союз, который в этой казне содержались все взносы союзников. Это была очень большая казна. Более того, он был религиозным деятелем, потому что когда из эпидавра Афини не заимствовали культ Асклепия, бога-врачевателя, то избран жрецом его был именно Сафокл. И говорили даже, что он при жизни оказал гостеприимство этому богу. И потом именно этот бог ему помог в погребении этого великого драматурга. Причем самое интересное... Кстати, гостеприимство, это просто в доме Сафокла некоторое время, пока не построили святилище, находилась его статуя, статуя Асклепия. Так вот, после смерти Сафокла он стал героем, героем Даксиона, то есть принявшим. И этот его культ существовал несколько столетий. То есть мы видим, насколько вот этот человек был многосторонним, у него было много интересов, у него многое получалось. При этом писал он настолько прекрасные стихи, что за сладостях он был назван пчелой, потому что стихи напоминали мед по своей сладости. Кроме того, мы говорили о его музыкальных способностях, он прекрасно играл на кефаре. Кстати, и танцевал хорошо, но часто бывало за этот счет и выигрывал. Почему? Потому что мы говорили, что была такая традиция, когда автор является и актером. Так вот, поскольку все это было хорошо, но голосок у него был слабенький, вот эту практику и прекратили. Теперь уже авторы не лицедействовали. И вот Сафокл завершил формирование и оформление драмы, потому что он вел третьего и последнего актера. То есть было три протагониста, Дефтерогониста и Тритагониста. Значит, главная роль доставалась, естественно, первому актеру, протагонисту. Дефтерогониста обычно ему поручали женские роли, а вот третий, ну в лучшем случае, там, с кем-то равно осяц был. Глашатый, посланник. Надо заметить, что помимо того, что было три настоящих актера, были так называемые еще, как говорят, молчаливая, безголосая, вот как говорится, массовка. Ну они там изображали там толпу, народ, оруженосов и так далее, но он ничего не говорил. Ну, а говорил хор. И вот введением третьего актера Софокл, по сути дела, ну, как говорится, преимущество хора, ну, вообще на второй план отправил, потому что хор теперь уже не ведет так активной дискуссии. Диалоги есть, но они, значит, хор только комментируют чаще всего события. Но введение трех актеров, оно чем хорошо? Во-первых, конечно, разгружается хор, во-вторых, увеличивается число диалоговых партий, придается живость. И в-третьих, мы же помним, что актеры играли все роли. То есть они просто уходили, меняли костюмы, меняли маски. Вот поэтому, конечно, вот большая свобода действий была. Кстати, Софоклу приписывается изобретение шикарных костюмов и масок и приспособлений технических, вот тех, например, машин, например, Киклима, потому что греческая драма все-таки соблюдала единство места действия. То есть она не показывала, что творится внутри дома. Всегда это было в одном месте, в одном городе, но иногда по сюжету нужно было показать, что творится внутри. И вот эта вот машина на колесах выкатывалась, площадка, ну, чаще всего трупы там выкатывались. В трагедии никогда не показывается смерть. О ней только рассказывается. Поэтому на той же Киклиме вывозят уже трупы. Но никаких убийств, никаких красивей. Но хор может изображать крики там и так далее. Вот, например, когда убивала своих детей, там же вот слышно крики вроде бы из помещения. Значит, помимо вот машин, о которых мы не успели в прошлый раз сказать, нужно сказать, что были такие вот журавли, крюки. Были подъемные машины, были такие веревки. Потом вот, кажется, именно с Сафокла началось. Или даже с Эсхилы, когда нужно было показать, когда кто-то проваливается, грубо говоря, в тарарары, или наоборот, вот тени мертвых восходят. То есть вот там были лестницы, были подъемники. Очень много было всяческих приспособлений. И вот об одном мы немножечко попозже поговорим, потому что оно вот впервые было использовано в пьесе Сафокла. Да, но нужно сказать, что все-таки, хотя Сафокл вот застал вот этот вот уже начинающийся кризис афинской демократии, он все-таки был оптимистом. И, в общем-то, единственное, в чем он во всех трагедиях, как говорится, проповедовал, что все несчастье человека заключается в его гордыне, в его высокомерии и не в соблюдении божественных установлений. То есть человек сам себе враг. А счастье настоящее в гармонии между личностью и государством. То есть вот эта уже гармония была поколеблена этим кризисом. Ну, вообще-то, конечно, у него считается больше всего эта идея рока, и поэтому все-таки ему принадлежат вот эта знаменитая трилогия. Хотя написаны совершенно в разные годы. Это великий Эдип царь, Эдип в колонии и Антигона. И вот главная идея, иди по царя, человек совершил страшнейшие по мнению греков преступления, убил собственного царя, живется на своей собственной матери, но он совершил это по незнанию. И вот здесь самое главное, это рок, это рок, здесь мы не можем его избегнуть. Как ведет себя человек в условиях вот этого очень тяжелого наказания. Когда ты не хотел, но совершил, человек должен оставаться человеком. И, кстати говоря, вот другая пьеса, вот эту, конечно, пьесу очень любят современные театры. И Антигона, конечно, которая сыграла колоссальную роль. И много-много есть переработок современных. То есть связано с Эдипом. Да, там тоже идея очень важная. Кстати говоря, идея для греческого, для афинского общества. Когда вроде бы с одной стороны, там в чем смысл-то, два сына Эдипа борются за Фивы, один из сыновей защищает свое государство Фивы, это Иотокол. Полемик приводит вражеское войско на родину. Оба погибают, и царь Крионт. Угибают другу одновременно. Да, один герой, другой предатель. Его должны растерзать птицы, звери и так далее. Сестра этих двух погибших Антигона, невзирая на запрет, хоронит. Указ царя Бога. Хоронит. Несколько раз она совершает эти обряды. И у нее замечательная мысль, которую там она говорит. Кроме государственных законов, есть законы божественные. А по сути дела это человеческие законы. И они сильнее любого постановления, любой власти. Вот это мощнейшая вещь, которая тогда прозвучала. Вот отсюда пойдет потом, это у софиста возникает, это законы природы, либо законы богов мы можем их назвать, и человеческие законы. Как они соотносятся? Эта трагедия, она интересна тем, что она ставит вопрос соотношения писанного права и неписанного, и божественного. Так вот, здесь, кстати, интересна сама и фигура Крионта. Ну, понятно, что Антигоны здесь права, и причем идет по нарастанию осуждение вот этого царя, который, по сути дела, свой собственный указ поставил выше закона, человеческого, божеского, и требует соблюдения. Потому что за несоблюдение закона, если кто-то похоронит Полиника, значит, он будет наказан смертью. И когда приводит к нему Антигон, он ее спрашивает, неужели она не понимала, что ее за это казнят, а ее требуют замуровать живьем. Антигона говорит, что она знала, ну, для нее законы семьи и рода важнее божественных. Но она делает интересную оговорку, что если бы это касалось ее мужа, она не стала бы, так сказать, не препятствовала бы выполнению вот этого писаного закона, потому что муж не кровный родственник. А вот брат – это совсем другое. И вот Крион упрямится, его народ просит. Приходит Тересий и говорит, что если девушка погибнет, вся семья погибнет с Крионтом. Нет, вот он уперся. Отец, то есть сын с ним совершенно просто в усмерть переругался, и говорит такие фразы. Сказал бы глупый, будь то не отец. Вот они еще переругиваются. Девушка, правда, накладывает на себя руки на коммуни казни. Вот, и кончается тем, что жених, вот этот… И гемон погибает, и жена Крионта погибает. В общем, Крионт остается один с властью. Ну, вот интересно в этой трагедии вот какой момент, что вот по сути дела вот узурпация и тирания, ну, по сути дела, конечно, он себя ведет как тиран, Крионт. То есть он, в то же время он законник, он государственник, он требует полного соблюдения законов. Ну, просто он свой закон ставит выше божеского и выше человеческого. Так вот интересно, что это, вот такая вот тираническая направленность, это естественное и логическое следствие и самой сути демократии. Да, да. Вот что интересно в этой. То есть придет к власти какой-нибудь Крионт, который свято верит в свои способности, что он может решить какие-то проблемы. Свято верит в свои законы, он их создаст, эти законы. Вот, и получается, что из лучших побуждений он принесет непоправимый вред государству. Здесь гораздо все сложнее. Ладно, Крионт, ладно, какая-то личность. То есть толпа – это тот же самый Крионт. Ее законы – это те же самые законы. Но человеческие. Ну, и буквально несколько слов о Европиде, поскольку, чтобы там, так сказать, завершить эту самую тему. Европид – младший современник, ну, вот, может, сказали, что традиция говорит, что он родился в 480 году, хотя считает все-таки на 4 года раньше, 484 год. А умрет он чуть-чуть позже Сафокла, в том же 406 году. Вот два великих трагика уйдут в это время. Сафокл написал около 120 драм, Европид написал меньше, там где-то около 70. Но если Сафокл одержал массу побед, то Европид всего лишь 5, причем 5. 5-я была посмертная. Уже сын ставил его произведение после смерти. Так вот, Европиду, с одной стороны, очень сильно не повезло. Его чаще всего ставили на третье место. Но после его смерти, даже не после его смерти, в 413 году, мы уже говорили, когда была экспедиция Афинену в Сицилию, и она закончилась разгромом, так вот, сицилийцы брали себе в дом, вот, взятых в плен Афинен, тех, которые знали пьесы именно Европида. А в 4-м веке Европид вообще становится, ну, просто суперизвестной. Кунтовой фигурой, конечно. Да, кунтовой фигурой. Хотя в 4-м веке в Афинском театре поставят статуи всем трем. Эсхил, Сафокл, Европид. То есть, вот, человек, признание заслугов которого будет уже после его жизни. Но, кстати говоря, хотя мы не так много успели сказать о Европиде, мы все равно вернемся к этой теме, потому что Европид, блестящие, конечно, вещи, это Медея, которая проиграла и заняла в 431 году третье место. Это Ипполит, где вот эта самая история с Федрой. Это Ефигения в Авлиде и в Тавлиде тоже, которые стали такими. Дошло больше, кстати говоря, всего 17 пьес. От каждого из предшествующих по 7 пьесам. От Европида 17 пьес дошло. Так вот, мы еще вернемся к этой теме, потому что комедия, другой жанр, очень тесно связана с трагедией. Комики находили, комедиографы находили сюжеты для своих пьес очень часто в сюжетах трагиков. Передразнивали. Передразнивали. Все время больше всего дразнили Европида. Кстати говоря, благодаря этому дошли многие фрагменты из недошедших для нас вот этих самых трагедий. Поэтому... Ну вообще тут надо сказать, я перебью Андрея, что вообще Европида сам дал повод для этого, потому что вот его творчество, отличительность, особенность его творчества в том, что трагедии его четко можно поделить на две группы. Трагедии в чистом виде и так называемые социально-бытовые драмы с элементом комизма. Это совершенно неприемлемо для трагедии. Более того, там очень бравурный конец. Это тоже нарушение всех канонов. Мало кто знает, что вот знаменитая вот эта вот Медея. Ведь сцена убийства Медеи детей, этого не было в мифе. В классической мифологии коринфяне убивают детей после того, как там погибает их из-за злокознанности Медея, их царица и царь. Он придумал этот сюжет. И оказалось, его придумка стала частью мифа. Вот это вытеснило потом остальные сюжеты. Хотя вот и все предшественники перерабатывали мифа. Но он совершенно по-другому. Это иное отношение. Иное отношение к мифологическому материалу. Это иное отношение к жизни. На сцене Европида стали появляться реальные, конкретные люди. Не герой. Медея. 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 Театра. Теперь уже комедия. В другой программе. Позвольте со мной попрощаться и еще раз поблагодарить. А с вами, уважаемые телезрители, мы не прощаемся, потому что совсем скоро мы снова увидимся на нашем канале, совершая путешествия в историю в поисках истины. До встречи.